На свой день рождения я купил себе автомобиль, о котором мечтал. Мой сосед из соседнего дома в разговоре показывает мне видео, говорит, вот смотри, в Грузии ребята помогают машину купить. Я покупаю автомобиль. Я думаю, может быть, первый собственник я. На меня же растамаживали. И выясняю, что и первый собственник не я. То есть они полностью подделали все документы, через Беларусь ее заново якобы оформили в ВОЗ, на своих людей растаможили и вот сначала пытались меня шантажировать, то есть заберешь машину, денег нам дай. Потому что до сих пор никто со мной на переговоры не вышел. Борис, соответственно, я не понимаю, кто он, что он, гангстер какой-то или что. По факту получается, что я заплатил за машину, купил ее. Я заплатил полностью за растаможку. И у меня эту машину украли по факту. Я обратился в полицию. Павел, приветствую тебя. Рад приветствовать, да. Спасибо, что позвал на интервью, пригласил. Расскажи немножко о себе. Где ты жил, где учился, где работал? Ну, в принципе, вот последние там 15, наверное, лет плюс-минус жил в России, в Москве. Работал юристом. То есть вся моя такая сознательная жизнь, она связана с юридической практикой. Перед Соединенными Штатами жил год в Турции. В принципе, в Турции такой первый опыт жизни за границей, да, не беря во внимание там туристическую жизнь где-то там по две недели, по три недели там в других странах, да. Все же, когда живешь постоянно там от двух месяцев хотя бы, да, то есть ты уже больше понимаешь там местные там менталитеты или местные обычаи и как-то вклиниваешься в эту жизнь, да, в принципе, не только бытовой, но и там бизнес, да, бизнес-коммуникации уже становятся возможными. Как давно ты в Америке? В Штатах я менее полугода, то есть порядка там пяти месяцев. Все еще продолжаются там вопросы, связанные там с документами, с оформлением там. Вот водительское получил, кстати говоря, недавно местное. Это было непросто. От периода сдачи на удостоверение, сдача экзамена до получения прошло там, наверное, месяца два. То есть я месяца два просто ждал документ. Здесь все по почте, ну, ты знаешь. И это все по почте шло, ну, невероятно долго. То есть казалось бы, ну, конечно, да, дали временную справку. То есть пока ты как бы сдал экзамен, дают временную справку. И потом уже получаешь, когда пластик, справка автоматически не действует уже. А до этого времени по этой справке можно ездить. Но нельзя ее использовать как здесь же водительское удостоверение, как ID. Ну, полноценный документ, да, он имеет штрих-код в любом месте. По нему могут идентифицировать личность. И в этом плане справка, она, конечно, менее функциональна, чем полноценный пластик. А ты можешь рассказать немножко подробно? В России где ты работал? У тебя, наверное, не одна там работа была. Да, ты знаешь, в России моя как бы трудовая деятельность, там, карьера это громкое слово. Не сказать, что карьера. Для меня карьера это как когда, ну, например, юрист, да, когда вот ты говоришь, там, построил карьеру. Либо ты в очень крупной компании, там, руководитель высшего звена. Там, не знаю, уровня, там, Газпрома, условно говоря. Вот это карьера. А просто когда ты ведешь практику, нет, безусловно, каждый достигает определенных величин, да, определенных, там, вершин в своей профессии. И у меня было много выигранных процессов. И работая, скажем, в этом направлении, я встречал очень много талантливых и ребят, и девушек, и юристов, и адвокатов, независимо от статуса, там, адвокатского, да. Это в Штатах принято, то есть, если ты работаешь в процессе, то, по-любому, адвокатский статус, да, нужен здесь. Там, в процесс, в гражданский, в арбитражный, за исключением уголовного, можно просто, имея юридическое образование, да, ходить, представлять интересы и добиваться защиты прав. Ну, защита прав – это краеугольный камень. Всегда как пойдет, никогда не знаешь. Обращается клиент с вопросом, да, говорит, вот у меня там дело, такой-то кейс, посмотри шансы. И, как бы, шансы можно сказать, там, проложить стратегию, но как она реализуется, во-первых, это зависит прежде всего от юриста или от адвоката, как ты работаешь с материалом, насколько ты обширно охватываешь этот вопрос, там, всякие боковые иски бывают, и всякие запросы бывают. И, безусловно, ну, от судьи, конечно, многое зависит, да, от того, как пойдет сам суд, сам процесс. Если говорить в целом о правоприменительной практике, там, не знаю, тут надо смотреть, по каким вопросам, да, в частности. Бывает так, что от тебя зависит что-то, бывает так, что от тебя ничего не зависит. Вот, например, есть технические больше суды, там, например, взыскание неустойки по ДДУ, да, по договору для его участия. Например, там больше технический процесс, то есть готовятся расчеты, приставляются в суд, но везде бывают нюансы. Бывают нюансы и сказать, что не нужно в процесс идти, суд сам все решит, нет. Конечно, нужно присутствовать, нужно доносить свою позицию до суда, в случае чего корректироваться. Потому что я очень часто сталкивался в своей работе с таким явлением, как притворная позиция. То есть вторая сторона очень часто занимает именно притворную позицию. Что это значит? Мы и та сторона, и мы, и суд понимаем, как есть на самом деле. Но вторая сторона начинает выдумывать, назовем это так, выдумывает свою позицию и пытается ее обставить в таком виде, сказочно, скажем так, в несуществующем виде. Цели совершенно разные. Иногда, например, это должник, который не хочет платить. Ну, тут цели понятны. Например, очень интересный кейс был. Я представлял одну компанию, фармацевтическая сфера, компания-поставщик товаров. И, значит, контрагент задолжал там сумму, условно, 3 миллиона, плюс-минус, 3 миллиона рублей. Есть накладные, есть неоплата. Казалось бы, простейшее дело. Ну, то есть, абсолютно простейшее. Обращайся в суд и получай решение. Обратились в суд. И это был арбитражный суд. И, значит, в суде ответчик заявляет, говорит, мы товар не получали, делов не знаем, ничего не должны. И суд первой инстанции, как бы это странно не было, отказывает. Это прошло в одно заседание. Просто вот как вспышка, да. Окей. А набор документов был стандартный. Ну, то есть, скажем так, для этого дела что нужно? Накладные, подписанные там счета фактуры, договор счет. Ну, все, по сути, простейшая история. Оказалось, что нет. Не так все просто. И в данном случае мне пришлось в апелляции приносить больше документов. В частности, удалось найти переписку с этим контрагентом, что контрагент не только получил товар, но и отбраковал часть позиций, там несколько разбитых было флаконов, и поставщик эти флаконы заменил. Поставил новый накладной. И вот эти документы уже позволили доказать, что все же поставка была, и что позиция ответчика, она неправдоподобна. Расскажи немножко, как вот когда-то по приезду в Турцию, как тебе жилось вообще в Турции? Нашел ли ты себя там, как за то время, в котором ты проживал там? Да, на самом деле хороший вопрос, и действительно приезжает людей много, но немногие остаются, находят место. Мне в этом плане повезло. Я имел давнюю дружбу, и по бизнесу мы работали с людьми. И по приезду в Турцию мне предложили работать в их компании. Турция. Компания занимается финансами. В этой финансовой компании я и работал в Турции. Сейчас продолжаю, в принципе, работать дистанц. А здесь это возможно, соответственно. Правда, есть нюансы, связанные с тем, что здесь ночь, там день. То есть у меня получается такой непривычный график. То есть я всю ночь здесь, получается, работаю на связи, на телефоне, чатах. И день еще здесь бодрствую, а сплю там вечером. У меня такой, получается, режим немножко смещенный. Но я уже втянулся за это время, и, в принципе, это довольно удобно для меня. Успеваешь и там быть на связи, и здесь весь день тоже работать. Делать там бытовые дела какие-то и так далее. Что касается жизни в Турции. В Турции я был в Алании. Жил в Алании. Ну, наверное, по атмосфере, по природе там можно с чем-то сравнить с Лос-Анджелесом, наверное. Тоже пальмы, море, солнце там всегда. Но почти всегда. Зимой, конечно, прохладно, довольно холодно бывает. То есть за тот период, пока я там был, я все времена года нахватил там. В целом хорошо, там, вкусная еда, приветливые люди, да. Мне, вот, может быть, мне повезло, но я встречал там только положительных, позитивных людей, да. Что касалось и по бизнесу, что касалось и, там, не знаю, элементарных бытовых вопросов, там, от аренды автомобиля, да, до, там, вопросов с жильем. То есть все это абсолютно как-то было позитивно, на лайте и решалось очень запросто. Цены там, да, довольно подросли за это время. То есть если там смотреть период времени, наверное, с весны прошлого года, там, 22-го, да, по, ну, даже там, настоящее время или вот по декабрь, да, если посмотреть, пока я там физически был. Цены, конечно, сильно подросли и сейчас продолжают расти. Ну, это там с мировой тенденцией связано, да, с мировой экономикой в том числе. Это не то, что там Турция прямо одна это все делает. Нет, конечно, это все, ну, там еще выборы были плюс, то есть тоже такие экономически обособленные вопросы свои, там, да, макроэкономические. Что касается в целом жизни, да, вот как мы оцениваем жизнь, там, нравится, не нравится, это один вопрос. Комфортно, некомфортно, да, второй вопрос. То есть как ты себя ощущаешь именно в том или ином месте, вот это я считаю важно. Для меня Турция была, есть и как бы остается, да, таким островком, ну, более-менее стабильным. То есть я не знаю там какой-то другой стороны для себя, да, пока там, ну, за исключением Штатов, да, где я сейчас нахожусь, где можно было бы вот комфортно находиться, да, скажем так. Вот я еще вегетарианец, и для меня очень важно было иметь доступ к продуктам без мясного рациона. То есть овощи, фрукты, там, зелень, всякое такое. Очень здорово там и колоритно у нас там по вторникам, четвергам, субботний рынок тоже был. То есть можно прийти прям, частники продают продукты на рынке. Совершенно там бананы, вообще, ну, все, все, что можно представить, да, там, лимоны, не знаю, все, авокадо, все фрукты вот на рынке, просто на лотке и гораздо дешевле, чем в магазине. То есть, опять же, возвращаясь там к ценам, да, и к уровню жизни, абсолютно можно найти доступные товары, доступные продукты и, как бы, спокойно себя чувствовать. А плане бизнеса получилось? В плане бизнеса, да, я говорю, то есть спасибо друзьям, поддержали, работаем, как говорится, клиенты довольны, это самое главное, я считаю. А как получилось, что ты решил приехать в Америку? Америка всегда была там где-то в мечтах, где-то на подсознании, всегда было интересно, как оно, да, то есть для меня Штаты были таким, вот в моем представлении Штаты, это такое место, где, не знаю, гамбургеры, маслкары и Харли Дэвидсон, да, вот, вот, наверное, вот так как-то, и там по фильмам, по каким-то внутренним, да, вот таким ощущениям, оно было так. Конечно, отчасти это так и есть, отчасти, окунувшись там в местную жизнь, да, машины здесь очень доступные, ну, ты знаешь. И для меня, для человека, который любит автомобили, который там интересуется автомобилями, да, который, ну, вот, например, там, не знаю, вот взять ковид, да, понятно, когда деньги есть, ты идешь, покупаешь. Вот, например, был ковид, денег не было, но это, ну, не было помеха, и очень часто я смотрел на сайтах автомобилей, что сколько стоит, какие комплектации, какой год, и, там, скажем, понимал, что, там, ковид рано или поздно кончится, деньги придут, заработают, там, что я себе куплю, то есть, у меня никогда не было проблемы с выбором автомобиля, то есть, я всегда знал, какой автомобиль я хочу, и попав в Штаты, вот это было, на самом деле, какой-то проблемой, когда даже, когда ты приходишь, там, в салон, я не знаю, или на аукцион, и тысяча машин вокруг тебя, и не все по доступным ценам, ну, практически, там, за исключением премиум сегмента, суперкаров и так далее, то есть, например, я не знаю, там, BMW треть серии за, там, 7 тысяч долларов, 10 тысяч долларов, да, или, там, тот же Ford Mustang, который можно купить, вот, там, 3-5 тысяч долларов за, там, 2006-е, 2008-е, 2010-е года, до, там, свежих, до 20 тысяч, да, то есть, такой диапазон, то есть, на, ну, если говорить, там, привязываясь к российскому рублю, да, ну, до, скажем так, как он сейчас еще подорожал, подешевел к доллару, точнее, доллар подорожал, ну, то есть, ты всегда, там, плюс-минус, там, не знаю, по 80 рублей, условно говоря, да, конвертируешь это и понимаешь, что в этом сегменте ценовом в России такую машину не купить. Вот, из последнего, там, Range Rover, допустим, да, Range Rover Super Charge 5-литровый Vogue, 30 тысяч долларов, 16-й год, 50 тысяч миль пробег, то есть, 30 тысяч долларов, это, там, 2,5 миллиона, грубо говоря. До 2,5 миллиона в России такую машину не купить, я думаю, что сейчас, тем более, это, там, от 5, я думаю, где-то так. Занятие машинами, это является таким хобби, или у тебя есть еще? Да, это мое хобби, это мое хобби, мне автомобили нравятся с детства, там, когда я был еще очень и очень юный, я уже тогда знал, там, все марки, которые были, следил за всеми гонками, что ралли, что формула-1, знал всех гонщиков, кто за какое время едет, кто в каком сезоне, как выступил. То есть, это такое хобби длиною, там, в жизнь, да, и уже во взрослой жизни, когда я стал сам зарабатывать деньги, то большую часть, скажем, там, получаешь гонорар с какого-то дела, да, который ты, там, год вел или полтора года вел, да, и выиграл, соответственно, получил гонорар, и очень часто я эти деньги тратил на апгрейд автомобиля, да, то есть, покупал более дорогую машину или, там, еще одну машину и прочее. Ну, мотоциклы тоже, конечно, были, мотоциклы тоже люблю. А вот сейчас, находясь в Америке, ты занимаешься, ну, аукционами по заказу клиентов, или ты чисто для себя тратил? Аукционы здесь, да, это такое больше хобби. То есть, нельзя сказать, что я этим зарабатываю. Были заказы, я там помогал знакомым, подбирал автомобиль, помогал с покупкой. У меня есть доступ к аукциону, у меня есть лицензия дилерская, я могу прийти на любой аукцион, любую машину посмотреть, дать ей оценку, там, и купить, да, поучаствовать в торгах и купить ее. Вот свои автомобили я там и покупал, в принципе, на аукционе. Очень интересный процесс, особенно первый раз, когда ты так мало понимаешь, что происходит. То есть, там, ставки бегут, и надо успеть кликнуть, купить. А сейчас я понимаю, что можно и не торопиться. Есть там свои нюансы, как купить дешевле еще даже от той цены, которая заявлена на аукционе. Павел, а вот ты приехал в Америку, сталкивался ли с какими проблемами, приехал сюда? Да. Наверное, основная проблема, как и у многих, кто переезжает в Штаты, это возможность оплачивать, там, товары, услуги, элементарно, гостиницу, жилье. Это действительно задача, когда ты приезжаешь в Штаты, у тебя нет, там, аккаунтов банковских, а российские карты, как известно, не работают. Благо, у меня были карты, там, иностранных банков, турецкого в частности. В частности, какие-то вопросы, ну, то есть, можно было закрыть. Но, естественно, был кэш с собой. Но, опять же, есть способы, там, перевода денежных средств между странами. Тоже третий вариант. Ну, скажем так, каких-то вот там серьезных проблем, связанных с этим, не было. Были сложности, я даже там помогал кому-то при мне на ресепшене в том отеле, где я жил. У людей тоже не получилось оплатить. Вот депозит не принимали наличкой, потому что он возвратный. То есть, когда ты выселяешься, он также на карту уходит. И я со своей карты оплачивал, в том числе, депозит. Людям тоже попросили, из России были люди. Тут, в Лос-Анджелесе, уже потом с ними списывались. И когда, ну, то есть, они мне отдали кэшем, деньги вернулись, я им, собственно говоря, и как бы написал, что, ну, все, как бы... Ну, то есть, мне вернулись, я им отдал. Я не помню, я им отдал кэшем или уже там по зеле пересылал. Это система платежей уже местная, когда карта была уже. Вот, соответственно, вот финансовая часть, да, скажем так, один из вопросов. Языкового барьера был как? Языкового барьера, но у меня не очень хороший английский. Я бы даже сказал, что, ну, там, я знаю слова, но я часто могу перепутать там времена, допустим, неправильно там окончание поставить. Есть над чем работать еще. Мне весьма сложно работать с репетитором, поскольку у меня, как я уже сказал, график ненормированный. И бывает так, что я могу договориться с репетитором на какое-то время, а у меня в это время там завал по работе, да, и я не могу это бросить. Не все репетиторы понимают это. Некоторые там говорят, ну, типа, мы так не можем, у нас напряженный график тоже туда-сюда. Ну, в общем, такие холостые получаются уроки. И, в общем, нет системности, а английский нужно учить системно. Здесь есть курсы, но, опять же, не всегда получается там со временем рассчитать, чтобы на этих курсах присутствовать, потому что они дневные. Там, например, с 9 до 12 утра, да, надо быть. А, опять же, это время, когда еще я могу активно работать в том направлении по другому часовому поясу. Ну, и, соответственно, есть пока такие вот организационные моменты с этим связанные, скажем, с изучением языка в том числе. Вот для тебя оправдала ли Америка твои ожидания, приехала сюда? Интересный вопрос. Я думаю, что пока рано об этом говорить, оправдала, не оправдала. Скажу так, пока мне все нравится. И я делаю со своей стороны все для того, чтобы и дальше так было, и было еще лучше, да. То есть, с кем-то знакомлюсь, пытаюсь понять, собственно говоря, как устроен здесь бизнес. И, ну так, без лукавства скажу, что бизнес в Америке – это нечто иное, чем в России, допустим. Ну, вот, например, работая юристом, я работал практически со всеми без исключения сферми бизнеса. Там, не знаю, торговля, услуги, строительство. Ну, вот, абсолютно разные были вопросы. И я там делал и договорные конструкции, и там положение о труде, всякие там трудовые вопросы и прочее, прочее. И это давало понимание, как устроена та или иная компания, как она работает, как функционирует, да. Какие, примерно, там, цели, задачи, проблемы, да, условно. И когда ты берешь, вот, бизнес, да, вот, обращается проект любой, там, интернет-магазин или, там, компания, и ты обвязываешь ее деятельность договорами, у тебя совершенно четко формируется понимание, как это все работает. Как взаимодействуют отделы между собой, кто что делает, какие роли. Поэтому ты, там, делаешь трудовые договоры, там, обязанности трудовые, да, все это составляешь, там, положение. И у тебя всегда картина есть. Плюс ты, ну, плюс-минус рассчитываешь, всегда экономику, да, прикидываешь. Ну, например, там, вот компания, вот такой поток, там, входящий, допустим, вопросов или, там, объем товара. Там, примерно, знаешь, сегменты. Всегда можешь прикинуть, сколько денег нужно на запуск такого проекта, сколько денег, плюс-минус, он, там, дает, да. Ну, понятно, что везде есть свои нюансы, ноу-хау, там, коммерческая тайна, скажем так, ниши разные, и отношения, подходы к бизнесу у всех разные, там, да. Понятно, что если человек с улицы запускает ресторан, это одно, а если, там, допустим, Новиков запускает ресторан, это другое, да. Но в Штатах я, вот, даже обычная кофейня. Приходишь ты покупать кофе или чай, да, и смотришь, что кофейня хорошая, и одна, и вторая, допустим, сравниваемая. Но в одной кофейне меньше людей, а в другой кофейне очередь всегда из дверей даже, то есть, там, по 20 человек всегда в очереди, и когда бы ты ни зашел, оно так. И, ну, думаешь, в чем секрет, да, в чем успех бизнеса. Но, насколько я знаю, аренда очень дорогая, и зарплаты дорогие. То есть, здесь высокий уровень зарплат, и минимально, наверное, тысячи четыре долларов, там, сотрудник получает, любой, который там работает. И представить, например, что, допустим, в смене работает, там, три человека, какой должен быть оборот, и какая должна быть наценка, чтобы окупить помещение всех, вот, там, людей, зарплата, да, и заработать что-то. И вот это создает определенного рода опасение, что даже вложив деньги, если у тебя нет понимания, нет, там, может быть, ментора какого-то, да, человек, который уже это делал, уже знает, который тебя, там, возьмет за руку и поведет, даже если у тебя есть капитал. Я боюсь, что это обречено на провал, скорее, потому что таких примеров очень много. Павел, а вот же я в России за то время, что ты был там, уже оказавшись в Америке, сложилось ли такое у тебя, что там какие-то были проблемы у тебя в России, или с чем-то ты таким столкнулся, что как-то могло повлиять на твои какие-то... Ну, я так скажу, что основных проблем каких-то у меня не было, там, до недавнего времени, да, скажем так, была цель, когда я еще жил в Турции, в Турции безумно дорогие автомобили, опять же, возвращаясь, там, к теме автомобилей, да, которые, там, я очень люблю, да, и уделяю этому, там, достаточно большое внимание. То есть, автомобиль для меня, это как член семьи, то есть, я покупаю автомобиль, и, там, это всегда любимый автомобиль, всегда предмет, там, какой-то, не знаю, там, не то что гордости, там, обожаю, ну, не знаю, машина мне всегда нравится. Если за ней ухаживать, да? Если я покупаю машину, да, я, там, за ней всегда ухаживаю, там, я не знаю, она всегда, там, керамика покрыта будет, диски черненые, там, я не знаю, в идеальном состоянии салон, там, все кнопки будут, ну, всякое такое, да, резина, там, всегда будет в порядке и так далее, ну, естественно, по мере возможности, да. И вот, живя в Турции, я столкнулся с тем, что в Турции очень дорогие машины, очень, то есть, там, от, скажем так, российских цен в 5-6 раз отличались цены, то есть, ну, неподъемные, то есть, только аренда. Хотелось свою машину, какую-нибудь особенную. И так получилось, что ровно год назад, на свой день рождения, я купил себе автомобиль, о котором мечтал. Год назад? Год назад, да. У тебя недавно был день рождения? У меня недавно было день рождения, да, 13 июля. Ну, мы к этому вернемся. Окей. И, значит, так получилось, что была продана в России недвижимость, плюс я заработал еще денег, и было принято решение, вот, часть капитала взять, купить машину. Потому что, с точки зрения экономики даже, если посчитать, там, в Турции, говорю, даже аренда дорогая, то есть, такого класса машина вообще космос стоит. Dodge Challenger, кстати говоря, я не договорил. 5,7 литра, хемия, ну, то есть, полностью, да, та машина, которая, там, пришла, наверное, ко мне, я не знаю, там, из фильмов, ну, пусть не Форсажа, но каких-то, да, американских фильмов, где-то она там в подсознание засела, и вот я всегда ее культивировал, там, у себя, да, и мечтал про нее. Но возникал вопрос, там, что покупать и где, да, и тут просто совершенно случайно, в Турции, да, мой сосед, там, из соседнего дома, вот, в разговоре показывает мне видео, говорит, вот, смотри, в Грузии ребята помогают машину купить, а в Грузии, ты знаешь, большой авторынок, и Штатов туда везут, в частности, автомобили, из Европы, я не знаю, везут, нет, из Штатов там очень много машин, а эта машина американская, я понимаю, что там, наверное, будет хорошая цена. И он говорит, смотри, вот он мне какие-то Фольксвагены показал, там, они пригнали, какие-то суперкомплектации за какие-то небольшие деньги. Я у него спрашиваю, окей, ну, тебе надо на Россию растамаживать еще, они говорят, вот, они всем занимаются под ключ, я говорю, ну, окей, интересно, дай мне контакт, я, ну, приценюсь по цене. И он мне дает контакт этих ребят, они в интернете есть, у них на ютюбе канал, дает контакт, я связываюсь, говорю, вот, хочу такую машину, посчитайте, сколько бы стоило. Они говорят, ну, вот, на рынке примерно столько, растаможка под ключ, вот, столько, столько. Я говорю, все официально полностью, они говорят, да, да, мы все сопровождаем, покупаем автомобиль в Грузии или сам покупаешь, ну, то есть мы помогаем, там, осматриваем и так далее. Дальше автомобиль заезжает в Россию, ну, и там, в течение, там, не знаю, двух-трех недель, месяца автомобиль встает на учет, проходит лабораторию, СБКТС, ПТС, получаешь, все встает на учет и все, катаешься. А у меня как раз цель была растаможить его на Россию, и я имел еще тогда возможность, там, когда ты заезжаешь в Турцию, у тебя есть порядка 100, 185 где-то дней, если я не ошибаюсь, на то, чтобы загнать автомобиль из той страны, с которой ты въехал, на два года. То есть я мог загнать свой автомобиль на два года и ездить на нем в Турцию. То есть вот такая была цель. И, в принципе, я пообщался с ними, меня все устроило, автомобиль получался, там, в оконцовке тысяч, наверное, на 500, на 700, именно в этой комплектации, да, этот автомобиль, дешевле, чем в России. То есть тогда это было, там, порядка 10 тысяч долларов в эквиваленте, да, там, разницы. Я сначала там взял паузу, подумать, потом думаю, ну, в принципе, окей. Я стал выбирать автомобиль, стал на сайтах смотреть, цены были плюс-минус там высокие, тут выстреливает, так скажем, вариант. Собственник в Батуми продает автомобиль. Я, значит, списался, автомобиль синего цвета, такой голубой, очень-очень красивый автомобиль, 5,7, хеми на автомате, то, что я хотел. Я с ним списался, созвонил, себя губитый, нет, не битый. Там чуть-чуть гидроудар был, то есть он где-то там съехал куда-то, клюнул чуть-чуть. Ну, в общем, там, движок поменяли, все хорошо. Окей, думаю, мой вариант. И связался, Тимур зовут парня, который вот из Грузии, да. Ну, там, расскажу, что дальше получилось, получилось, как получилось, ну, как начиналось, да, рассказываю. И созвонился, он говорит, да, можем съездить, а они в Тбилиси находятся на авторынке, можем съездить в Батуми, оплачиваю, я съезжу, посмотрю автомобиль. Я ему оплачиваю, не помню, там, 300. А Тимур лично знал, да? Я его не знал лично. Это мне дал сосед контакты, я посмотрел, ребята в интернете есть, у них канал свой, ну, думаю, как бы, подвоха не было. И, по-моему, мне даже сосед сказал, что они кому-то делали уже, кто-то купил, ну, то есть есть кейс, да, есть пруф, то есть не просто люди какие-то там с луны свалились, да, а вот кто-то уже с ними там сработал. Вот, окей. И он мне по телефону Тимур говорит, надо мы там договор сделаем, все, мы там вот официально работаем, мы у дилеров машины покупаем, и нас все знают и прочее. Окей. И, значит, он поехал в Батуми, ну, там по Грузии переместился, я ему, что, или 350, или 450 долларов, что-то такое оплатил за это, за осмотр, за дорогу, там, получилось, там, с 5-7 часов, короче, с ночевкой еще за отель, получается, ну, то есть вот такая, такое получилось и ценник. И он посмотрел, отписал мне, что все хорошо, прислал там по Карфаксу, значит, ее распечатку, ну, что можно брать, состояние хорошее, все, машина прекрасная, можно брать. Она ему даже тоже самому понравилась, он говорит, может, мы ее тут в Грузии продадим, дороже, то есть вариант такой вышел дешевле даже, чем они в Грузии там стоят. Я говорю, нет-нет, у меня деньги не интересуют, в плане, там, ну, наварить на ней, там, 5 тысяч долларов, да, скажем. И, значит, что происходит дальше? Я прилетаю в Грузию, встречаюсь с собственником, оплачиваю ему деньги, часть я ему переводил на карту, там, с карты своих знакомых, ну, собственнику, у них была грузинская карта, и я аванс ему так переводил, часть уже, соответственно, я ему, там, на месте кэшем отдавал. Я прилетел в Грузию, у меня прям видео есть, я, для меня это просто было событие, ну, такого позитива, наверное, не испытывал давно. То есть я прилетел забрать автомобиль мечты, то есть ту машину, о которой мечтал, и вот у меня прям есть видео, я захожу во двор к ним, к этому собственнику, прилетел в Батуми. А, в Батуми я прилетел, когда меня остановил этот контроль, там у них, ну, службы работают, кого-то из потока, значит, на беседу, и говорит, что ты, типа, в Грузию прилетел, с какой целью? Я прилетел машину покупать, и прям показываю ему сайт, все, показываю, вот, говорю, машина, а, ну, ладно, типа, это, хорошие дороги, типа, вот. И я прихожу прям с самолета, прям вот с чемоданами, захожу во двор и вижу ее, она стоит прям, я вот снимаю видео, я прям, можно сказать, поздоровался с ней, настолько я вот прям вот, знаешь, такая, энерго, скажем, энергообмен, да, был, когда твой автомобиль, прям ты кайфуешь с него, смотришь на него, кайфуешь, у Челленджера прям, ну, линии такие, да, все. И я забираю этот автомобиль, там, буквально кофе попил, я поехал в Тбилиси, туда, к Тимуру, для того, чтобы, там, мы документы должны были оформить, какие-то, я, честно сказать, до сих пор, до конца не знаю, как это все происходит, какие-то документы, там, первичные должны были мне дать, транзиты, что-то, что-то. С собственником мы поехали в ГАИ, тут же вот попили кофе, говорю, тут же выехали, времени было в обрез, поехали в ГАИ, оформили все на меня, то есть сняли машину, оформили экспорт, я везде расписался, получил пластик уже, там, такой разрезанный, грузинский, получил этот договор купли-продажи на руки, пожал руки, и мы разъехались, я поехал в Тбилиси. На этой машине? На этой машине, да, сам за рулем по Тбилиси, по Грузии, в смысле, по всем этим дорогам до Тбилиси, там, порядка, наверное, 6-7 часов дорога заняла. А машина, когда ты приехал, не разочаровала тебя, она действительно была в идеальном состоянии? Машина прям классная, парень, который продавал, тоже она ему нравилась, супруга на ней ездила, последнее время, у него пикап такой большой еще, второй, он пригоняет машины периодически из Штатов. В отличном состоянии, он туда поставил еще тюнинг мозги Диабло, компьютер отдельный, он там на присоску ставится, с выносным дисплеем, да, есть просто тюн, ты шьешь и на общий дисплей он выходит, а это на внешний. Там можно было менять прошивки любые, закачивать, можно было читать ошибки без сканера, то есть это уже как сканер фактически. Можно было ошибку почитать, удалить и так далее. Ну, то есть, прям супер, салон кожаный, с перфорацией, все как вот, вот как я себе представлял, все так и было. Я приехал в Тбилиси, заселился в гостиницу и ждал документов, там, порядка недели я, наверное, там жил, пока документы какие-то там оформлялись, откуда-то передавались, там несколько раз факапы были, там, Тимур переносил постоянно, всякая такая история. Хотя я ему деньги все заплатил сразу за растаможку, ну, то есть вот сколько он попросил, столько я сразу заплатил ему. Машину полностью обслужил, сделал ей даже тюнинг фар, я люблю, там, когда фары хорошо светят, особенно в таких машинах, там, не новых, да, когда не лазерные фары, там, не... Там, ну, неплохая оптика была, но ксенон, мне туда поставили в ателье, там же в Грузии, билет фары, полирнули стекла, в общем, машина была как с иголочкой, у меня, опять же, есть видео, она прям вся, там, я ее покрытием покрыл еще, мне ее так легкую полировку сделали, покрыли. В общем, просто машина была как игрушка, вот смотришь на нее, просто как с картинки. И там, по прошествию определенного периода времени, я получил документы, пакет документов, там какие-то транзиты были, документы сопроводительные, я поехал в Россию. Через Верхний Ларс, через Перевал, заехал в Россию и в Пятигорске, по-моему, там же вот, уже на той части России, да, приехал в лабораторию следующим днем, прошел лабораторию. Для получения СБКТ, СПТС, я даже не знал тогда, как это все называется, опять же, Тимур вел, после на территории России меня другой человек встречал от Тимура, который там говорил, в эту лабораторию поезжай, вот это делай, вот это делай, тогда еще ГЛОНАСС был, ГЛОНАСС туда поставили. В общем, я это все сделал и поехал спокойно в Москву, домой тогда еще, на машине на этой, то есть я еще оттуда проехал, там порядка двух тысяч километров по всей России на ней. И приехал в Россию, это буквально было все в течение двух дней, поставил на платный паркинг на свой и улетел в Турцию, значит, ну, собственно говоря, ожидать постановки на учет. Прошло некоторое время, Тимур говорит, вот там мы готовы, он это и его люди, там подрядчики, которые в Москве, значит, занимаются растаможкой, постановкой на учет. Он говорит, вот человек есть некий, Борис, сделай на него доверенность, присылает мне паспорт этого Бориса, говорит, сделай доверенность нотариальную и вот он поставит на учет, все, прилетишь, потом заберешь уже готовую машину. Окей, через какое-то время они связываются со мной, я, естественно, сделал доверенность, поскольку сроки были там короткие, ну, то есть мне говорили, там, вот на днях поставим, да, я доверенность выдал там на месяц где-то всего сроком и отправил в Россию и ждал. И они мне говорят, все, типа, мы готовы ставить на учет, привози нам машину. И вот я выдал доверенность, передал машину для постановки на учет, ну, и жду результата. Пошло время, две недели, три месяц доверенность уже просрочилась, ничего не происходит. Я говорю, ребят, ну, почему не происходит ничего, ну, вот там какие-то проблемы есть, почему-то утиль сбора не проходит. Я говорю, оплачен утиль сбор? Да, оплачен, там, все дела, все. Окей, проходит еще месяц, то есть мы уже понимаем, что уже не июль, уже август, сентябрь, октябрь уже, место месяца обещанного, уже месяца пошли. Я думаю, ну, машина стоит там непонятно где, а у них там в Вишняках своя парковка, то есть я так понял, там у них дом, ну, подземная парковка, и там у них машина стоит, которую они растомаживают. То есть там у них база, да, скажем так, где они вот непосредственно эти машины держат, которые у них в работе, потому что он мне фотку присылал, там еще другая машина была на белорусских транзитах. Я посылаю брата проверить машину как раз. Брат пошел машину проверять, все, она, ну, без повреждений стоит, слава богу, нормально все. Я говорю, сфоткай пробег мне. Фотографируют пробег, а там почти две тысячи лишнего пробега. Представляешь? Я вообще не понимаю. А у меня, я им когда передавал, тоже есть фотография пробега. Я говорю, ребята, а что это такое? Они говорят, вот, типа, нам пришлось поехать куда-то там на границу с Беларусью зачем-то. Хотя, я вообще не понимаю, при чем тут Беларусь, тогда не понимал. Ну, типа, это нужно для таможенного оформления. Я говорю, а почему вы не предупредили, ничего не сказали? Это как-то, ну, некрасиво выглядит. Я говорю, можно подумать, что вы на моей машине катаетесь там, да, без спроса. Да нет, нет, типа, туда-сюда. Месяц еще проходит с того момента. Я понимаю, что, ну, ничего не происходит. Машина стоит у чужих людей. Возможно, на ней катаются, потому что машина интересная, 5,7 литра. Каждый хотел бы ей обладать, тем более в таком цвете, но она очень интересная. Интересная. И я обращаюсь в компанию, устанавливаю сигнализацию со слежением, скажем так. То есть у меня приложение, это старлайн последний. С выездом, со всеми делами я заплатил там около 50 тысяч тогда рублей. Зато мне человек подключил там, ну, там, сим-карта вставляется. И у меня, находясь в Турции, я в телефоне в приложении, видел, что с машиной происходит. Заглушена она, заведена. То есть полностью мониторинг состояния. А в таком виде... Это через видео, да? Видео нет, только вот я мог ее завести, ну, запустить двигатель дистанционно, а мог включить режим вообще тревоги, блокировки, когда, например, ее нельзя было бы завести и ключом уже запустить. В таком состоянии машина прожила до декабря еще. А батарейка садилась, она стояла в паркинге, батарейка садилась. Я ребят просил, говорю, зарядите батарейку для того, чтобы, ну, то есть она не умерла, батарейка, да, не высадилась. Где-то в начале декабря, там, в первых-третьих числах сигнализация перестала подавать признаки жизни. Уже до декабря время дошло. Декабря, уже до декабря время дошло. В июне я передал машину, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, полгода. Я говорю, ну, сигнализация не подает признаков жизни, говорю, что с машиной. Направляю брата, брата не пускают туда, на парковку. Я говорю, что за дела? В ответ мне присылают видео. Датировку этого видео установить невозможно, но будем считать, что оно от 3 декабря. Снимают машину мою на видео и говорят, вот она на парковке стоит. Похож на закадровый голос этого Бориса, который должен был растамаживать. Как я понял, он там основное лицо, которое занимается автомобилями. Снимают автомобиль, говорят, вот смотри, стоит на парковке, в пыли якобы весь. Ну, видно, что пыль на нем слоет, так и так далее. Никто не трогает, никто не ездит. Но установить датировку невозможно. Возможно, видео летнее было. То есть, заготовочка, консерва, как называют в СМИ. До машины не допустили, соответственно. Окей, я уже понимаю, что что-то неладное, уже давай с Тимуром общаться. Я говорю, Тимур, вы мне обещали за месяц сделать. Да? Да. Деньги я вам все заплатил? Все. Что происходит? Ну вот, мы там как-то что-то, я говорю, сколько мне еще ждать? Вот, мы там пытаемся сейчас переделать что-то, где-то как-то. По документам, да? Да. Там утиль сбора, что-то заново подали, что-то перепадали, что-то с ПТС, СБКТС. Короче, постоянно какая-то информация. У нас постоянно с ним переговоры какие-то были. Он мне что-то новое давал, что-то просил, спрашивал документы. Я еще раз все пересылал, там и СНИЛ свой, там и ННН, вот это все. И так, уже Новый год наступил, январь, я уже совсем надежду потерял всю и так далее. Наступает февраль. В феврале месяце, по-моему, 15 февраля, Тимур присылает мне пластик, где, ну, с комментариями, что все, машина на учете, все хорошо. Я говорю, когда можно забрать? Он говорит, все вопросы к Борису. И дает номер Бориса очередной. Борис их меняет периодически, потому что до этого другой был, когда я доверенность пересылал. Дает номер Бориса. Я звоню Борису, он трубку не берет. Я пишу Тимуру, Борис трубку не берет. На следующий день Борис мне пишет, присылает какие-то заказ-снаряды на машину. Один ноябрьский, что якобы чинили, другой январьский. Чуть ли не на 400 тысяч. Выкатывает мне какую-то смету, что машина у них стояла на парковке. Всяко-всяко и говорит, в переписке, у меня прямо это все есть, заплати нам еще 17 тысяч долларов. Ничего себе. И тогда ты заберешь машину, а иначе она остается у нас, мы тебе может быть там 1500 с нее дадим. Я просто, ну для меня это просто было каким-то непонятным явлением, да, откуда-то взявшимся. После там почти года ожидания, ну там 8 месяцев, да, сколько получается, до февраля. Я понимаю, что что-то здесь не так. Я смотрю на этот пластик, на фотографию и вижу, что там учет ростовский. А я в Москве прописан, что если бы машина стояла на мне, она должна была быть на московском учете. Я начинаю узнавать информацию и выясняю, что автомобиль не на мне, а на каком-то другом человеке. Ничего себе. Да, я думаю, ну может быть первый собственник я, на меня же растамаживали. И выясняю, что и первый собственник не я. То есть они полностью подделали все документы, через Беларусь ее заново якобы оформили ввоз, на своих людей растаможили и вот сначала пытались меня шантажировать. То есть заберешь машину, денег нам дай. Но скорее всего, если бы я даже денег им заплатил хоть каких-то, я бы машины все равно не увидел. Потому что до сих пор никто со мной на переговоры не вышел. Все сразу обрезались. Тимур перестал на связь выходить. Борис, соответственно, я не понимаю, кто он, что он, там, гангстер какой-то или что, потому что он там какие-то встречи пытался назначать сначала. Я говорю, какие-то сценники выставлял и так далее. Я обратился в полицию по данному факту. Обратился в полицию, пока там дело забуксовало, потому что такого масштаба дело, скажем так, когда здесь из таможни вопросы и с подделкой документов вопросы почему-то передали участковому в работу. Я ничего не имею против участковых, но я знаю, какой у них уровень работы, сколько там всего. Они работают на земле. И такие объемные вопросы им просто не под силу. У них просто физически нет времени. И, ну, там, скажем, кулуарно, я знаю, что он ни до кого не дозвонился из тех людей, какие номера я указал. И поэтому отказал. Мы сейчас обжалуем этот материал в прокуратуре и так далее. Даем ему совершенно другой ход. По факту получается, что я заплатил за машину, купил ее. Я заплатил полностью за растаможку. И у меня эту машину украли по факту. Подделали полностью документы. Полностью все поддельное. И по этим поддельным документам ее поставили на учет в России. И мало того, они ее продают. И этот Борис ее показывает. Люди ходили, смотрели по объявлению машину. Показывает ее сам Борис. Но это еще не все. Я не единственный пострадавший. Есть еще человек, я с ним познакомился в процессе, который также через них покупал автомобиль Toyota Highlander. И его точно так же кинули с ним. Значит, там что-то нечистое. Значит, что-то нечистое, да. Вот они эти автомобили оформили на себя и продают. Highlander тоже продается. Можно прям прийти, посмотреть, и Борис будет его показывать. Или там кто-то из его доверенных людей. Для меня, вот до сих пор, как для юриста, непонятно. Во-первых, я сообщил о преступлении. Преступление явное, фактическое. Почему полиция ничего не делает? Да, вот это удивительно. Возможно, есть... Я не буду говорить о коррупции какой-то, но, как мне говорил Тимур, этот Борис непростой человек, с кем-то работает, они там растаможкой занимаются. Возможно, кто-то получает какие-то бонусы с этого. Да, возможно. И, возможно, его там прикрывают. Но это же не может продолжаться вечно. Не могут же его там прикрывать вечно. То есть, надо просто обратиться в вышестоящие инстанции, что мы и делаем сейчас. То есть, я тебе так скажу, что для меня было это просто... Во-первых, это был для меня удар. Абсолютно психологический удар. Я говорю, это как потерять что-то личное. Помимо того, что я там утратил актив, этот актив я зарабатывал честным трудом. Это период моей жизни, мое время, год моей жизни, пока я зарабатывал эти деньги, или годы жизни, если в совокупности все это собрать, когда недвижимость покупалась, деньги на нее зарабатывались и так далее. Это годы жизни. То есть, эти люди украли у меня не только автомобиль, но и мое время, годы жизни. Я, конечно, убежден, что правда восторжествует. Рано или поздно их привлекут, абсолютно всех. Больше того, тебе скажу, Артем также, его зовут, второй пострадавший, по Хайлендеру обратился. В России его дело также буксует. А на территории Грузии уже дело возбуждено. То есть, в отношении всех этих лиц, всех фигурантов, дело возбуждено. У них арестованы счета. И там производство идет полным ходом. Ждем, что в России тоже оно начнется. И как ты считаешь, была ли это вообще сама подстава какая-то? Я считаю, с самого начала это была постанова. Тимуру, скорее всего, с ними в доле. Автомобиль ему изначально еще понравился. Наверное, он что-то замыслил недоброе еще тогда. И они решили за мой счет заполучить автомобиль. Я не знаю, каким образом они удалили мой ПТС из базы. Мне бы очень хотелось, чтобы это дело попало в руки сотрудника правоохранительных органов, который бы, понимая, что происходит, довел это дело до конца. Наказал бы этих жуликов, насколько я смог выяснить. Борис, который был судим ранее за убийство. Я этого ранее не знал. По паспортным данным в интернете просто стал гуглить. Отсидел он, отбывал срок. Я не знаю, первый у них такой опыт. Или это постоянно такой опыт, что они, может быть, заманивают людей. Якобы растамаживают автомобиль, а потом оформляют на себя и продают таким образом. То есть это чистой воды мошенническая схема. Не думал я, что в современной России это возможно, что это и вообще происходит в современном мире, что вот так можно... Это очень похоже, что 90-е еще не ушли. Да, совершенно верно. Просто, что называется там, отжали, да, в 90-е был такой термин, отжали. Вот можно сейчас его употребить. У меня же есть все документы. Я легитимный собственник. Более того, сейчас вот вопрос к лаборатории. А куда делся мой ПТС? Как вы удалили мой ПТС без меня? Вопрос? Вопрос. Я считаю, что лаборатории его тоже нужно задать. И правоохранительным органам нужно обратить туда свой взор. Что возможно, поскольку это человек Тимура, сказал мне, обращайся в эту лабораторию. Может быть, там его люди. Но тогда нужно лишить их лицензии, закрыть эту лабораторию, раз там такими вещами занимаются. И все. Я считаю, что здесь просто нужна оценка компетентных органов. И, конечно же, это не участковый уровень. И задача не для него. Эта задача, я думаю, минимум для уголовного розыска, для надзорных структур. Помимо полиции еще какие-то другие... Ну, есть прокуратура, но и в полиции, я хочу сказать, что в полиции же разные структуры есть. Там есть компетентные люди, которым это посильно размотать, всю эту историю. У меня есть все документы, подтверждающие. У меня есть, я не знаю, видео, фото, переписки, в конце концов. Все это сейчас заверяется, становится легитимным. Вот недавно я заверил одно из объявлений о продаже этого автомобиля. Нам удалось предотвратить его покупку недавно. То есть те мои, скажем так, я по знакомым разослал эту информацию, что украли автомобиль, что он, значит, абсолютно незаконно поставлен на учет, все поддельное. И один из знакомых, который тоже любит эти машины, владеет, видимо, он с кем-то общался из своих знакомых, чуть не купили этот автомобиль, потому что он в свободном доступе, обеспечительные меры еще пока не наложены. И мне очень хочется, чтобы побыстрее этот процесс начался и были наложены эти обеспечительные меры. Почему? Хочется уберечь граждан от потери денежных средств. Потому что если кто-то этот автомобиль купит за любую цену, он эти деньги потеряет. Ибо этот автомобиль незаконно оформлен. Соответственно, он не находится в гражданском обороте. То есть он должен быть снят с регистрационного учета. Ну а дальше мы будем разбираться. Встанет он на учет все же на меня или его нужно будет вывозить с территории России, потому что он, возможно, оформлен незаконно. А как ты думаешь, здесь сейчас твоя машина, она там же у них? Автомобиль, да, в Москве. Борис на нем сам катается, насколько я знаю, и продает. В надежде обогатиться за мой счет. А как-то взять людей, пойти туда, как-то это нельзя решить? Ну, в таком формате, давайте представим себе ситуацию, что вот я собственник автомобиля, у меня есть документы. Но и у них сейчас есть документы. И при таком подходе, тут только через суд, только через правоохранительные органы доказывают, что они не являются собственниками. Часто в России там еще и подделывают домовые книги на что-то зимы земли. Да, свидетельства о праве собственности подделывают на объекты недвижимости. Сколько таких историй. Совершенно верно, это точно такая же история. Только там через доверенность подделывают. Здесь я не знаю, через что. Мы выясним. И даже если потребуется белорусской стороне направить запрос и все это выяснить, мы это тоже сделаем. Обязательно. Потому что белорусская сторона тем более пресекает подобного рода преступления на корню. Там у них все строго, насколько я знаю. А вот из всех людей, которые были в этом замешаны, знакомые, там были твои какие-то прям явные знакомые, которые ты в жизни знал? Нет. Это были новые знакомые. Я не знаю, может быть, они все там замешаны изначально. Одни рекламируют, другие обманывают, деньги потом все вместе делят. Я не знаю. Я не хочу на кого-то наговаривать. Но всякое может быть. Всякое может быть. Может быть, моему знакомому, который мне это показывал, кто-то это показал, представил, как будто бы он там покупал автомобиль, а на самом деле этот человек в сговоре с злоумышленниками. Но в любом случае, опять же, здесь какая задача возникает? Пресечь их преступную деятельность для того, чтобы не было новых пострадавших ни на территории Грузии, ни на территории России. То есть их деятельность должна быть пресечена. Вот в этом, я считаю, основная моя задача. Помимо того, чтобы, естественно, вернуть свой автомобиль, сделать так, чтобы не пострадали другие люди. Ну, я надеюсь, справедливость будет восторже. Да, хотелось бы, хотелось бы. На самом деле, я говорю, представь себе, каждый раз, когда я еду по дороге за рулем автомобиля и вижу Додч Челленджер, ты представляешь, каково мне? Ты всегда представляешь, как будто твоя машина стоит. А когда я вижу синего цвета Додч Челленджер, это просто нож по сердцу. Да, правда. Каждый раз, каждый день. И вот эта ситуация, да, она доставляла и доставляет мне проблемы. И вот в таком подвешенном состоянии она до сих пор находится. Я надеюсь, что, я говорю, мы в ближайшее время найдем все же возможность донести эту ситуацию до правоохранителей в том виде, в котором она действительно есть. И она будет решена. Очень на это надеюсь. А ты обращался кому-то из своих друзей, знакомых? Да, это очень интересно на самом деле. Хороший вопрос. Помог ли кто-то из друзей? Окей, я скажу так, от кого я ожидал помощи, я ее не ощутил. От кого не ожидал, это было приятным сюрпризом, те люди помогают, вовлеклись, помогают по своим знакомым и так далее. Потому что в любом случае ситуация, она не может быть без огласки. И тут нужна огласка. И чем больше людей будут знать про нее, тем лучше. Тем быстрее мы добьемся справедливости. А что ты вообще в целом думаешь об этой всей ситуации? Да я, честно сказать, для меня, как для юриста, это нонсенс. Это из ряда вон выходящее. Ну как так? Откатить легитимные документы, просто их, я не знаю, аннулировать каким-то образом. Запустить в работу полностью нарисованные документы. Я просто не понимаю, как люди не боятся последствий. Как люди не боятся оказаться на скамье подсудимых за это и получить за это срок. Реальный срок. Неужели какие-то деньги этого стоят? Я вот просто не понимаю. Я считаю, что свобода дороже всего. И никакие деньги этого точно не стоят, такого поступка. Это первый момент. Второй момент. Они мне сделали плохо. Если даже вспомнить про такое понятие, я не знаю, многие верят, кто-то не верит. Я верю. Я верю в карму. Я верю в сансару, в то же самое. Что все вернется. Все придет на круги своя. Если даже я и здесь потеряю все, я говорю, вернется где-то еще. Деньги заработают, как говорится. Но для меня самое важное сейчас, чтобы справедливость восторжествовала, чтобы люди были наказаны и чтобы их преступная деятельность была пресечена. Прежде всего, я думаю об этом. Вернуть актив, да, тоже. Само собой. С человеческой точки зрения, я понимаю, что правда на моей стороне. И они очень сильно рискуют во всех планах. В моральном, в ментальном. Ну, вот давай представим себе ситуацию. Все больше и больше людей будут узнавать о том, что эта машина краденая. О том, что она украдена у меня. Вот я конкретный человек. Юрист. С репутацией. С определенным кругом знакомых. Да в интернете можно обо мне почитать, кто я, что делал и так далее. Там очень много статей моих. Я там выступал на конференциях и в Крокус-Сити, и на различных конференциях. Я публиковался в журналах научных, писал статьи. И по праву, и по интернету вещей. Совершенно разное в практике у меня было. Представить, что вот просто автомобиль едет по дороге. Остановился. Где-то кто-то на нем едет. И прохожий подходит к нему и говорит, а почему вы ездите на ворованном автомобиле? Я знаю, что этот автомобиль украли у Павла. Я там с ним лично знаком. Или мои друзья с ним знакомы. Или я видел по телевизору, что его украли. Как они собираются с этим жить? Лица их все известны. Паспорта их известны. Я все это выложу в общий доступ. Все их лица и так далее. Как они собираются с этим жить завтра? Я не понимаю. Как они собираются бизнес вести, тем более в Москве? Я не понимаю. Люди, получается, что живут одним днем. В современном мире жить одним днем не вариант совсем. Никто с ними не будет вести никаких дел. Жулики, чистой воды. Чистой воды жулики. Похоже на журничество. Репутация, я считаю, дороже всего. Ну, как так можно поступать? Я больше того скажу, если бы все было по-настоящему, у меня люди тоже интересовались. Я им рассказывал, что вот я купил автомобиль в Грузии, что меня под ключ растамаживают, что я приеду на нем в Турцию. У меня в Турции совершенно различного круга люди знакомые. И тоже многие хотели бы купить автомобиль не в Турции за 150-200 тысяч долларов, хотя не могут себе это позволить. А, например, купить там также, через Россию загнать, да, в Турцию себе. У них там и недвижимость есть в Турции, и там автомобили и прочее. Но, то есть они могли бы еще денег заработать на этом, но они решили просто кинуть меня и все, вот так поступить. Я, для меня до сих пор это непонятно. И Тимур, который ввел эту ситуацию изначально, которому я платил деньги, который там, я не знаю, ел со мной, да, за одним столом сидел, в глаза мне смотрел, ездил со мной сколько, в Грузии. Так себя повел, просто отморозился. Я ждал там 8 месяцев эту ситуацию, 9. Просто ждал. Он меня просил ждать, я ждал. Ну и вот дождался, что лишился всего. Ну, просто я говорю, люди обесценивают сами себя, я считаю. Они просто себя обесценивают, в глазах всех. В моих глазах, в моих знакомых, друзей, общественности. Они просто себя обесценивают. Это, ну, не купишь ни за какие деньги. Павел, ну я все-таки не понимаю, вот документы подельные. Как это получилось так, что машина встала на учет? Я полагаю, я еще не знаю точно, я полагаю, мы это выясним, что они полностью оформили новый ввоз. То есть у них, наверное, есть свои люди в Беларуси. Оформили через своих людей, получили там транзиты. То есть получили необходимый пакет документов для российской стороны. Принесли российской стороне. Там же не знают меня, не знают там поддельные, неподдельные. Вот документы есть. То есть оно автоматически произошло. То есть при соблюдении процедур оно произошло. И теперь наша задача сказать об этом, заявить об этом. И точно так же по той же самой цепочке отменить российскую регистрацию и белорусские вот эти все получаются. Я просто не разбираюсь в таможенном оформлении, а слово совсем, как оно все происходит. Но, грубо говоря, отменить российский учет и белорусский учет. А, кстати говоря, с белорусской стороны совсем все может быть интересно. То есть, насколько мне рассказывали, законного способа через Беларусь растаможить вот напрямую нет. То есть там делают какие-то мутки. Через людей, которые либо инвалиды там могут растаможить на себя определенное количество автомобилей. Один там за всю жизнь и так далее. То есть находят кого-то, третью страну. Либо через граждан там как-то что-то тоже там раз в жизни, что ли, можно растаможить автомобиль. В общем, там тоже, скорее всего, есть какая-то мутка. Мы посмотрим. Я думаю, что оперативники с той стороны тоже подключатся, и мы это дело отменим все. Дай бог, удастся актив вернуть. Дай бог, что у тебя все наладится. Спасибо большое. И ты вернешь свою машину. У тебя было недавно день рождения. Я хотел вернуться к этому. Да. С днем рождения тебя. Благодарю. Расскажи, как ты его отметил. Отметил в домашнем кругу, так сказать, 10 недопышных там, так скажем, именин. Ну, я и в целом не люблю, так сказать, отмечать день рождения, если честно. Ну, не потому что я там не пью алкоголь, да. Я и так, в принципе, в компании себя хорошо чувствую. Нет. Не знаю. Для меня день рождения такой период подведения итогов. Как и Новый год, наверное, да. То есть есть Новый год в декабре, и есть там в середине на экваторе в июле день рождения. Вот ты подводишь итоги для себя. Там, что сделано, что не сделано, чего-то достиг, что мог бы сделать еще, да. То есть такие промежуточные цели и будущие цели. Вот больше для меня это, наверное, так происходит. То есть становишься там старше, взрослее, да. Какие у тебя вообще планы на будущее, живя в Америке, какие-то есть цели у тебя здесь? Да. Мне интересно, во-первых, ну, понятно, посмотреть Америку, да, поездить по разным штатам. Вот в Лас-Вегас хочу съесть в ближайшее время. Сейчас автомобиль, на котором я хочу поехать, мой, в ремонте. Вот как только его доделаю до конца, обязательно поеду в Лас-Вегас, съезжу там на выходные, наверное, прогуляюсь, посмотрю, как оно там, что изнутри. А так хотелось бы, конечно, построить бизнес в Штатах, потому что при правильном подходе это может быть весьма интересно и продуктивно, что самое главное. Ну, наверное, с автомобилями все же это будет. В каком виде еще не знаю. Там есть мысли, там, аренду, может быть, сделать или, там, продажу автомобилей сделать. Есть, но помимо, там, внешних рынков, есть и внутренний большой рынок, ну, и внешний, конечно, там, и Грузия, и Армения. Можно в эту сторону посмотреть. Есть, в принципе, все ресурсы для этого. Свои уже, да, там, не через каких-то людей. Свои ресурсы есть, сейчас появились, уже живя в Штатах здесь. Есть надежные люди, которые, там, могут это все делать, да, и делают. Просто быть, как бы, частью команды, да. Ну, и есть интерес, там, развиваться в финансовой сфере. Я смотрю, как дальше, да, продолжать. Потому что финансовая сфера, это непосредственно то, чем я занимаюсь, там, ежедневно. Есть здесь свои виды тоже, есть, там, понимание, как это делать. Сейчас разбираюсь, там, с нормативно-правовой базой, с законодательством. На какие рельсы, так скажем, это все поставить, чтобы это все работало. И было самое главное в рамках закона. Потому что в Штатах это все очень строгое. Законы, налоги, все работает. И если где-то что-то, шаг влево, шаг вправо, обязательно спросятся. Это за каждый, там, цент обязательно спросят. А какие вот твои вообще первые впечатления об этой стране? Первое впечатление, меня очень порадовали, меня очень порадовали пожарные гидранты. Я не знаю, замечают ли их люди или нет, но вот эти пожарные гидранты, знаменитые, да, вот этого цвета, это то, что ты видишь в каждом фильме американском. И когда вот ты даже просто, там, не знаю, можешь закрыть глаза, но выходишь на улицу, не видя ничего, вот ты сразу понимаешь, где ты. Только вот ты видишь вот эти пожарные гидранты, скажем, да, или там те же самые парковочные турникеты, да, куда-то монетку класть. То есть есть свой колорит определенный, этим проникаешься как-то. Ну, и люди приветливые, что хочется отметить. Например, в супермаркете, да, идешь там, узкие ряды, и кто-то поставил телегу. Когда ты подходишь близко, и человек видит, что его телега тебе мешает, обязательно извиняться. Скажут, ой, I'm so sorry, или там, I'm sorry about that, там, всякое, всякое такое, да. Это приятно. Это приятно, чувствуется, что позитив, там, есть в людях, да, там, человечность, доброта, это здорово. У тебя были какие-нибудь интересные, смешные какие-то моменты здесь, вот, какие-то курьезные какие-то ситуации? В Штатах? Да, был один интересный момент, опять же, я про то, что законы здесь работают, и что все это происходит. Я приехал в один из дней на аукцион поснимать. Мне запретили это делать на аукционе. На самом деле там снимать нельзя, потому что это все же private территория. Там цены особо озвучивать нельзя, потому что торги закрыты, торги только для профессиональных игроков, для банков, дилеров и так далее. В общем, это коммерция, да. Я не стал снимать в этот день. Внутри вышел. Я видел у тебя на видео, у тебя были съемки с дрона, ты аукцион снимал. Да. Тебя разрешили там все? Как раз про этот дрон и речь. Я вышел, сел в машину, думаю, поснимаю хоть с дрона. Я поднял дрон, залетел на территорию, отснял там несколько автомобилей, там круговые облеты сделал. То есть были машины, которые прям хорошо стояли, так, чтобы вокруг облететь и ничего не мешало. Сотрудники какие-то аукциона видели дрон, рукой махали, там кто-то говорил, пойдем я тебе покажу что-то, ну там жестами, и дрон за ними летел, я стоял там слежение. Ну, в общем, так это лайтово было. Я высадил одну батарейку, посадил дрона, зарядил вторую батарею, опять отправил дрона. Сажаю его на землю, значит, и тут меня обступает просто человека 4 охранников, один еще пятый с той стороны забора. По рации это все, я думаю, что-то сейчас будет. В итоге мне объясняют, что я там нарушил, что нельзя было с дрона снимать без разрешения, что кто я такой, что я здесь делаю. Ну, я объяснил, что я говорю, вот блог веду свой про автомобили, что периодически покупаю, продаю тоже. И вот решил поснимать, извинился, конечно, что доставил неудобство, переполох такой, потому что реально был переполох, потому что непонятно было там, с какими целями дрон прилетел, да, и что на борту дрона. И приехал начальник охраны, мы с ним познакомились, пообщались, я ему показал там блог свой, показал, что вот видео снимаю, все. Не забрали ни дрон, ничего, ни материал, не сказали удалить, просто сказали, что в следующий раз тебе надо будет, зайди, пообщайся, предупреди, мы согласуем с юристами своими, можно или нет, но скорее всего это будет нет, забегая вперед, но по крайней мере отнеслись тоже по-человечье, хотя это могло как угодно повернуться, и с вызовом полиции могло это быть. Мне повезло, да. Да, мне просто повезло, что нормальные ребята попались там тоже, сотрудники. Обычно здесь не разрешаются, они здесь снимают без разрешения. Да, нашли мы с ними понимание, это здорово. Теперь уже во многих местах, там на аукционах, их несколько площадок, уже начальников охраны знаю, и руководители этих площадок, там директоров локальных тоже знаю, там со всеми общаемся. Люди тоже любят автомобили, но и работают в этой сфере, то есть есть там общая тема, о которой можно поговорить в частности, это здорово. Мы в принципе уже довольно долго с тобой у нас интервью проделали. Интересная получила дискуссия, спасибо, что пригласил. Я надеюсь, она была полезна для наших зрителей. Я тоже надеюсь. У меня еще один вопрос у тебя. Какой бы ты совет дал бы иммигрантам, людям, которые хотят приехать? Ну, какой совет? Пока я сам, так сказать, нуждаюсь в советах, но в целом хочется сказать, что если у вас есть мечта, реализуйте ее, ведите вперед, добивайтесь цели, и все получится. Спасибо за интервью. Спасибо, рад был. Субтитры сделал DimaTorzok